И вправду ужасает. Стоит отметить, что нарушители не только себя подвергают опасности, но и водители, которые, пытаясь избежать столкновения, резко выворачивают на встречную полосу. Сегодня мы там, где людям словно медом намазано. Перебегают прямо перед машинами. Некоторые спринтерски перебахнув через забор. За полчаса больше сотни нарушителей. Пешеходы не осознают, что своим поведением они создают аварийную ситуацию на дороге, провоцируя водителей своими перебежками. Буквально за несколько минут мы насчитали больше 20 нарушителей. Скажите, пожалуйста, почему вы здесь пришли на дороге? У каждого свои отговорки. И кажется, ни один не осознает, что эти пять минут сэкономленного времени могут закончиться трагически. Смотрите, буквально на наших глазах, не стесняясь объектива видеокамеры, дорогу в неположенном месте одновременно переходят пять человек. Подвергая опасности, тащит за руку своего ребенка и вот эта женщина. Вам не стыдно с ребенком дорогу здесь переходить? Да, догадаться. Остановка здесь, пешеход, чёрт нигде. Это чудо. Госавтоинспекторы устали напоминать. Правила дорожного движения написаны кровавым почерком. И вот эти полосы жизни на дороге наносятся не просто так, а с учетом всех госстандартов. Сделать пешеходные переходы там, где это удобно, вот таким вот мамам с детьми, просто нереально. Но если взрослые хотя бы смотрят по сторонам, перебегая дорогу, то молодежь и вовсе идет не глядя, успевая перекусывать. Зачем нарушаете? Вы же понимаете, что это опасно очень. Можно ведь дойти на пешеходный переход. За полгода в Березняках произошло 11 дорожно-транспортных происшествий по вине пешеходов. Один человек погиб, 10 серьезно пострадали. Дорожные полицейские регулярно выходят в рейды и выписывают нарушителям штрафы. Но 500 рублей мало кого способны остановить. Зачастую взрослым нарушителям начинают подражать их дети. От лица госавтоинспекции убедительная просьба к водителям быть на дороге предельно внимательным и соблюдать скоростной режим. Так как у детей начались летние каникулы и на улице они находятся более часто, поэтому не могут перебегать дорогу в неустановленном месте, также находиться на прежней части на велосипеде. Кирилл Мурин, Дмитрий Воронушкин. Новости на ТНТ.